2.63 Кто это идет от Идома, в червленых ризах от вассора, столько величественной в своей одежде, выступающей в полноте силы своей? Пророк, говоря о дивных вещах, обыкновенно употребляет форму вопроса, показывая, что не только он, но и другие объяты удивлением. Выше он сказал, кто это, которые летят на облаках? А когда Господь уготавляет веру своим откровением, то он не только показывает пророкам то, что должно совершиться, он и старается показать это и новым способом. Подобно тому, как Амос говорил о Боге, видел Господа, стоящего на стене Адамантовой. 7.7 Даниил иным способом. Михей говорил, видел Израиля рассеянным. 3.2.22.17 Смотри здесь. Кто это, величественный, в ризах червленных от вассора? Пророк говорит о тех, которые должны были подвергнуться избиению, и о тех, которые намеревались сильно мучить народ его. Я видел человека в оскверненной одежде, припоясанного поясом, как бы мужа топчущего вточили, в красных одеждах. Он виден был в этом месте, чтобы тем самым показать мучение в осоре, которому он подвергся, подобно тому, как в ином месте говорится, как котел возжигаемый, и лицо его с севера, Иеремия 1.13. Подобно тому, как и Захария видел, так же коней всей прекрасной утвари своей. Каким образом может быть прекрасен тот, кто облечен в оскверненные одежды? Одежда поистине бывает прекрасна тогда, когда она выкрашена в цвет. Однако удивительно то, что если бы тот не был таковым, то пророк не был бы объят удивлением. Когда Бог творит дивное, то непозволительно требовать от него причины. Насильство скрепости, то есть он крепок и скромен, такого именно был образ лица его. Теперь он отвечает вопрошающему, говоря, «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать!» Он показывает самое дело. Крепкие дела слов его Иоиль 2.11. «Отчего же одеяние твое, красные ризы, у тебя как утоптавшего в точиле? У нее не был цвет вина или крови, но среднее между тем и другим. Образ топчущего точила означает легкость битвы, а цвет крови показывает, что здесь речь идет не о вине, но о крови. Он топтал точила, не порожнее внутри, но наполненное, и был забрызган немало, но замаран совершенно. «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. Я не нуждался ни в чьей помощи, не требовал никого в помощнике». Здесь говорится не о телесном точиле, это ясно из последующих слов. «Из народов никто не помогал. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Относительно их он применил воздаяние и спас тех, которые были ими мучимы. Вишли, они были причиной наказания для самих себя. Но чтобы ты, слыша о гневе, не подумал, что в Боге есть какое-то противоразумное движение, пророк приписывает ему правильный и справедливый суд, утверждает, что он отдалил время своего наказания. День воздаяния пришел. Для того, чтобы показать, что он говорит здесь о наказаниях иудеев, пророк и прибавляет «Лето избавления». Ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал. Подобно тому, как во время суда открываются обиды врагов и вместе с тем наши права, таким же образом и тогда некоторых он наказывал, а иных спасал, чтобы они познали, что он может совершать то и другое. А не так, как говорят греческие лжемудрецы, будто есть демоны, из которых некоторые не совершают зла, а только добро. Иные же совершают только зло, а не добро. Так что у тех и у других нет цельной власти, а только наполовину, да и той лишены. Я же, говорит, топтал, точил один. Топтал с яростью и гневом. Справедливо сказал, с яростью и гневом. Он показывает тот гнев, которым преследовал евреев. И это было самое полезное для увещаний, как говорит и апостол. Не высокомудрствуй, но бойся, чтобы они вследствие чужих бедствий пришли к покаянию. Благо обыкновенно делает беспечными тех, которые пользуются ими, и приводит к беспорядочной жизни. Бедствие ближних он наложил на уста их, как бы некую узду, так как эти бедствия отвращают от зла тех, которые живут богато. Вообще здесь сказано следующее. Видя бедствия ближних, ты бойся. Обратим теперь внимание на то, что здесь сказано аллегорически. Кто это, идущий от едома? Это пророчество двоякое. Христос явился им обогренный кровью, потому что он говорит, никто не может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет его. И потом, итак, мужайтесь, я победил мир. А в другом месте проповедовать пленным освобождение, освободить содержимых в темнице. И в другом же месте, потому он сокрушил врата медные и сломил запоры железные. И иное подобного рода, что указывает на его победу. И объясняет, что он был обогрен кровью, как Яков пророческий говорит, что он испирает вином одежду свою и кровью гроздов одеяния свое. Бытие 49.11. А также Симеон, великий священник, указывает на многие битвы следующими словами. Месей лежит на падение и на восстание многим. И здесь он кажется пришедшим от Едома после умерщвления многих. И Фрием же был расположен в стране Идумеев. Кроме того, Давид показывает его как бы снабженным оружием, припаяшь меч твой по бедрам твоим сильный. Это говорит за тем, чтобы ты не считал его слабым, подобно тому, как выше сказал пророк. И не было в нем ни вида, ни величия, безображен пащик ценов человеческих. Он открывался всем, не одним и тем же образом. Одним образом явился иудеем, иным апостолом, иным пророком, иным на горе бывшим с Яковом, иным бывшим с Клёпою, иным союзником Петра, когда Иоанн сказал Господи, иным Фоме, иным Марии и до и после воскресения. Потому что она то считала его садовником, то назвала Рави, а он сказал, не прикасайся ко мне. Каждому он уделял по мере веры. Подобно тому, как и Отец его являлся то в огне, то под видом старца, применительно к обстоятельствам, не изменяя своей природы, избави Бог, но всегда оставаясь тем же. Вид же Господа не всегда являлся под одним и тем же образом. Точно так и здесь. Он менял свой образ применительно к расположениям верующих. В прекрасной одежде своей. Мы можем сказать, что эта одежда, здесь церковь, которая по его благодати стала прекрасной по написанному. Как всеми ими в красоту облегся. Мы одежда его, а он наша. Он не считает достаточным одного примера, но желает, чтобы то, что принадлежит ему, было также и нашим. Подобно тому, как он желает, чтобы мы стали его. Я одежда ваша, говорит, а вы моя. Я, говорит, облачу вас, подобно тому, как припоясан под чреслом, поясом. Потом, говорит, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Я, говорит, глава, а вы члены. В другом месте сказано, я есть дом ваш, а вы храм мой. Опять, кто пребывает во мне, я в нем. Я вкушаю вас, а вы вкушаете меня. Еще. Пища моя, говорит, творить волю пославшим меня, да совершу дело отца моего. И ходатайствует за нас. Насильство с крепостью. Пророк здесь обозначает не насилие, но крепость. Этими словами он открывает правильный порядок вещей. Если кто взвешивает эти слова, то он открывает некоторую силу. Но крепость, совершающего никоим образом, не должно назвать насилием. Я, говорит, говорю правду и суд спасения. Но кто это таков, пророк не сказал. Да постыдятся еретики и следующая сущность. Я, говорит, говорю правду и суд, показывая этим словами непостижимость существа. Я говорю правду, то есть я сужу судом спасительным. Суд его не для осуждения, а для спасения. Грешников, говорит, я делаю праведными. Суд некоторых направляется к спасению, а суд других к осуждению. Отчего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего, в точиле? Я топтал, точило. Вы, которые научились таинству, знаете это совершенно. Я топтал, точило один. И поистине только Бог один мог совершить это, а никто другой. Ни человек и ни ангел. Ярости моей, говорит, ярость его простирается на врагов, на сатану и на смерть. Теперь смотри на пророка. Как он радуется при наказании врагов, которого они были достойны. И молится о том, чтобы наказание было отъято от народа, подобно тому, как делали Иеремия, Даниил и все другие. Я вспоминаю милость Господа, говорит. Уже ли пророк забыл? Нисколько. Но он приводит на ум то, что они забыли, утверждая, что настоящее было в связи с прошедшим. Таким образом поступают всегда пророки, напоминая людям о древних и новых благодеяниях. Он, говорит, дал мне способность и силу поведать о чудесах его. Помяну, добродетели Господни, хвалу Господа всех, чем он воздал нам. Господь судья благ дома Израилева. Уже ли только судья благой? Не только благой, но также обладающий и другими дарами. Это пророк говорит за тем, чтобы показать, что тот дар прежде остальных, потому что, пользуясь им, он часто судит по своему милосердию, воздает нам по милости своей и по любви своей наводит добро и зло. Не по причине злобы, но то и другое по причине своего милосердия. Как в раю является милосердие, так и в аду. Куда ты не обращаешься с исследованием, везде находишь милосердие Господне. Как тебе кажется? Разве не по милосердию он сотворил Адама, даровал ему рай, сделал его достойным того, что говорил с ним? И не в этом только сияет милосердие Божие. Но даже и тогда, когда он отверг его и изгнал из рая. Он показал свое милосердие. Хотя эти вещи кажутся весьма несогласными между собой, однако то и другое милосердие независимо относительно своего конца. Не только возвращение иудеев из плена, но и отправление их туда произошло по его милосердию. Мы бываем то добры, то злы. Так что подверженные изменениям мы не все совершаем правильно. Он же всегда бывает благодетелен, потому что милосердие происходит от его природы. Так что, как наказывая, так и даруя награды, он всегда являет одно и то же благоволение. Если когда-либо происходят противоположные действия, то это бывает не от его благоволения, но от сопротивников, которые делают себя недостойными его, подобно тому, как солнце увеселяет своим светом ноги, а больным глазам причиняет мучения, подобно тому, как огонь, влажное и мягкое вещество делает их жестким и сплоченным. Таким образом, одно делает жестким, иное сплоченным, иное размягчает, золото расплавляет, а глину делает жесткую, но то и другое производит своим жаром. Точно так же и Господь единым своим милосердием сотворил рай и ад. Что я говорю? Легче огню лишиться своего жара, чем Богу своей благости. О всех творениях мы можем рассуждать при Божьем попечении, но о божественных свойствах не можем этого, ни словом, ни даже умом. А потому истинно сказано, «Я тот же», где он говорил не относительно своей природы, но относительно милосердия и промышления. С чем должно сравнить эту любовь? Как радуется жених о невесте, так радуется Господь о тебе. Сравнить ли ее с любовью отца и матери? Такое сравнение невозможно. Выговорит плоть от плоти моей и кость от костей моих. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам. И великую благость его к дому Израилеву, какую оказал он ему по милосердию своему, по множеству щедрот своих. Он сказал, «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут». И он был для них спасителем. А другие говорят, «Не отвергну». То есть, как чадо, они могли ожидать от меня благ, пока не отвергали меня. И они говорят, что они не получили от меня благ. Но так, как они чадо, то им неприлично было оставлять отца. И он был для них спасителем. Он не отнимает наказание в половину и не попускает его в половину. Когда соединены силы и желания, то ничто не может противостоять им. Теперь же смотри, каким образом он напоминает им о своей любви. Не ходатай какой-либо, не ангел, но сам Господь спасет их. По благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Так великое дело охранять. Но еще больше, когда он сам хранит, как и Павел говорит. И не только это, но хвалимся Господом. Ни один Павел на Моисеи сказал, если сам ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Но если он обещал всем спасение, то однако не славу. Смотри, какой славы он сделал достойными их. Сам Господь, говорит, спасет их. А потом приводит и причину. Почему? Потому что по любви своей и благосердию своему не только избавил, что указывает на милосердие, но и вознес, то и прославил их во все дни века. Что же сделали те, которому и без всего этого набежало, как сынам, почитать отца? А они не веровали и прогневляли Духа Святого, возмутились и огорчили. Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Говорит ли он о Духе Святом или о каком-либо служителе, как кощунствуют еретики? По справедливости пророк называет Святого Духа, так как все совершено Святым Духом. Об нем говорят пророки Моисеи. Тогда народ его вспомнит древние дни Моисеевых. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Видишь ли, что они сами были причиной вражды? Сам Господь воевал на них, который вел Моисея за правую руку величественной мышцы своей, разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи. И они не спотыкались. Это служит знаком любви великого милосердия. Он сам воевал за них. Он их щадил, когда они были злые, для того, чтобы они достигли лучшего плода. Если бы он не щадил, то они давно уже превратились бы в ничто. Отсюда ясно, что Бог враждебен к ним в том смысле, что Он преследовал их любовью для их спасения. Он был врагом, чтобы не быть врагом навсегда. Он удалил, чтобы воспринять. И вспомнил дни древние. Днями древними он называет Моисея, своего народа. В последующих словах он особенно вызывает их на вражду и битву. Именно «Где благодеяние, бывшие отцам вашим и вам самим? Где вывезшие их из страны пастырь овцам?» То есть в Моисея и в 70 царейшин, подавший Духа Святого. Этими словами пророк также означает те духовные чудеса, которые они совершили в народе. Справедливо говорит «изведший пастырь, а так как через него он извел всех, а так как тот во время бегства ушел в Мадиамскую землю, то Бог говорит, что он извлек его оттуда. Но так как они веровали, что Моисей, а не Бог, извел их, потому что говорили «где Моисей, вывезший нас из Египта?» То для того, чтобы они не оставались при своем мнении, полагая, что Моисей вывел их из Египта, а Иисус Есидеков из Вавилона, пророк показывает только, что не Моисей извел их из Египта, так как сам Моисей изведен был оттуда только силой Божией, вложивший в них Духа. Мы знаем, что им не было возвещено о Духе Святом, но в них он был, так как был в их вождях, Моисея и в семидесяти старейшинах. Вывел десницей Моисея. Не напрасно он повторяет, что Моисей был выведен, но для того, чтобы удержать нечестивые слова, их постоянно говорит «Я извел их!» повествует порок также о том, что было совершено в пустыне. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их в покою, так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес и посмотри жилища святыни твоей славы твоей, где ревность твоя и могущество твое, благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Хотя они были недостойны, однако, говорит, я ради тебя совершу это. Они поистине были спасены через Моисея. Мы обращаемся не к храму, приходим не на место откровения, но призываем тебя с неба, потому что это твой храм, это твое обиталище. Пророки говорили о небе, чтобы показать, что земной храм не может обнимать Бога, где ревность твоя и крепость твоя, и великие милости твои. То же самое говорил и Давид, где милости твои древние Господи, чтобы они прибегали не к своим добродетелям, но к милости Божией. Но нужно знать, хотя велика милость Господня, однако в ней присутствует избрание. Я терпел доселе, но теперь не допущу. Доселе я опускал, но вы пренебрегли. Во время благоприятное терпел нам, но мы не получили от этого никакого плода. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш от века, имя Твое Искупитель наш. Видишь ли, как полезно было им славиться не собой, а родом своим. Мы происходим, говорит, от того Авраама, но он не знал нас. Ты, Господь наш. Подобно тому, как раб, купленный кем-либо, называет именем своего Господина, порок не сказал, имя Твое призываем, но имя Твое на нас. Это и было причиной наказания их, потому что, хотя на них было имя Божие, однако они им пренебрегали. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя, обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Они, по словам пророка, говорили это или потому, что несколько сомневались относительно этого предмета, или по причине наказаний, как они утверждали в ином месте, уклонил стези наши от пути Твоего. Ты отогнал нас, оставил нас в чужой земле, исключил нас от законов и полезных повелений, не вочтовленил служение наше и пренебрег послушание наше. Короткое время владел им народ святыни Твоей, враги наши попрали святилище Твое. Смотри, место его Иерусалим. Так близко сердцу их, что если они не могли удержать всей земли, то старались по крайней мере овладеть частью ее. Мы сделали с такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое. Хотя мы недостойны, однако иви милосердия по причине гордости их. Они говорят это не только по причине грехов, но и потому, что были оставлены.